Правильно сказал о партийном строительстве и прочее. Вы знаете мою осторожность в этом плане. Человек бывалый, знаю, что такое партия. Я знаю ошибки партийного строительства и партии. Поэтому я очень аккуратно к этому подхожу. Не хотелось бы повторить опыт других. Знаете, от власти создала партию. И народ, естественно, понятно, как к ней относится. Я хочу, чтобы это движение снизу вызревало. И мы много для этого сделали. Поэтому в ближайшее время мы предпримем и на уровне парламента, и на уровне практических действий ряд шагов. Очень существенных и партийному строительству в стране быть. Но если кто-то из лидеров партии думает, что завтра мы нарежем из этого пирога бюджетного и деньги дадим на структуры партии. Ну, ребята, забрать пенсионеров и прочее. Денег лишних нет. На это вы не рассчитывайте. Начинайте уже сегодня, чтобы там все кипело, чтобы отмашку дали. Регистрируйте свои партии и работайте. Бороться будем против тех партий, которые будут разрушать страну, которые поставят свои цели. И у нас сегодня министр юстиции, генерал, он не пропустит ни одного шарлатана, который на это будет нацелен. Не важно, какие там партии с востока, с запада, юга или с севера будут. Мы независимая страна. Мы должны действовать в собственных интересах. И только такие партии могут быть. Ну, по крайней мере, пока я президент. Последнее время многое увидели. Еще больше увидят сейчас. Беглое просится обратно. Ну, кто-то приехал и рассказывают, как им там хорошо. У наших соседей и у других. Вот я вам приведу один пример. Все рынулись. И поляки, и не поляки. Этнические, и не этнические в Польшу. Последняя тенденция. Да, хорошо, ребята. Ну, там война идет. В Беларуси что-то надо делать. Ну, Осетчка в 20-м году, как они называют. Ну, надо что-то делать. Давайте в Украину. Там два легиона организовали. Калиновская перомога. Организовали два легиона. Вооружили на фронт. Не хотят на фронт. Не хотят. Четыре человека пошло воевать. Из 150, которых они там собрали. Там же тысячи. 150 в легионы пошли. Четверо только воевать. Ну, ладно. На посты их поставили. Чтобы вы знали, мы их по фамильям всех видим и знаем. И мы их скоро достанем. Просто время для этого надо. На постах тоже не очень. Хорошо было, когда их собирали в Киеве. В ресторане в каком-то они там собирались. Пили, ели. В ресторане хорошо было. Момент собрания, сбора их. А потом на фронт или на посты. Нет. Ну, и что? Украинцы говорят. Ну, ладно. Будем вас готовить для будущей революции. Вооруженной в Беларуси. Ну, пусть попробуют. Ну, а многие же назад просятся. Я не называю фамилии. И даже главное за голову берется. Я на это не подписывал. Спустите меня домой хочу. Они пускают. Раз уже деньги вложили, имя используют. Ну, кем заменить? Заменить это все, разрушить. Все они пускают. Вот эти вот идиоты, которые подготовлены в США, они вокруг окружают. И вот как знамя перед собой держат. Ну, слава богу, такое знамя. Не надо расслабляться. Вот референдум подготовили, все, диалоговая площадь и остановились. Надо встречаться. И в график президента, как бы ни было тяжело, надо вот эти встречи президенту проводить. Это же сигналы, это импульсы и прочее. Наверное, я более информирован даже, чем Саша Шпаковский. Вот все говорят, зерно, зерно. Вот слышали проблему зерна вывоза? И все говорят, голод там и прочее. Вот это главное. Ребята, не это главное. Народу в мире надоело вот это вот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо что-то новое. Дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным окажется. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что зерно Украина не может вывезти. Но даже не в этом дело. Американцы не смогли весь мир организовать и бросить против России и Беларуси. Ну не смогли. Особенно упорствуют, вы видите, вот саммит Латинской Америки, Африка, Азия. Ну не смогли. Надо что-то такое, чтобы зашло этим людям. И вот они подняли тему голода, а он же до пандемии еще уже хорошо обрисовался. Пандемия усилила. А кто виноват в голоде? Читай, в Африке голод, в Азии и Латинской Америке. Это беднейшие страны. Россия виновата. Понимаете, они хотят через голод, вот этот вселенский голод, организовать остальные страны, подтянуть себе, чтобы бомбить здесь Россию за одной нас. И нужно было тогда этот фронт расширить, вы знаете, за счет кого, и Ближний Восток прихватить. В этом главная причина, а не в голоде. Как подтянуть к западу, этому коллективному западу, вот эти вот страны? Египет, он один из главных импортеров. Вот сейчас египетские народы, и Аль-Сиси, генерал, руководитель, президент Египта, тоже ополчится против России. Они голодают, а зерно, вон, пропадает в Украине. Для этого зерна столько нет, сколько они говорят. У нас есть точный анализ и данные по этому зерну. Но мы с Путиным договорились. Это было мое предложение. Слушай, что мы это слушаем и оправдываемся? Давай им назовем маршруты, вы помните. И он недавно в интервью, если вы отследили, говорил и о белорусском направлении и прочее. Мы жестко договорились. Пожалуйста. Единственное, я ему сказал, слушай, Мариуполь освободили, Бердянск освободили, хорошие порты на Азове. И это, я говорю, предложи. Мы же сегодня предложили. Уже семь направлений экспорта зерна. Вывозите. Прошло больше месяца, никто ничего не везет. То есть, я к чему это привожу? Ну, я, наверное, немножко больше информирован в этом плане. Я могу, отвечая на вопросы конкретной аудитории, типа вот этой нашей аудитории, что-то в этом плане сказать. Вы знаете, мы во многом держимся благодаря справедливости какой-то, которая в нашем обществе еще осталась. Если мы на этом поставим крест, нас сметут. И они до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил Псков, Смоленск, Брянск, Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы тысячу почти километров балкона-то его надо срезать. Это их цель. Они перед этим не остановятся. Зайдут они с Украины, с Западной или еще откуда-то, что может быть за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно. Не только для украинцев. Страшные процессы проходят вокруг. А как будто нас это не касается. Но еще раз говорю, если кто-то думает, что выход только один, это партийное строительство и партии, ошибаетесь. Тут другие опасности есть. Поэтому будем идти спокойно. Будем вместе собираться, советоваться, как это делать. Какой закон о гражданском обществе будет, партийном строительстве какой. Пока у нас есть возможности от нас относительно отстали эти безумцы. Нам надо закон о гражданском обществе выстроить так, как это нам надо, как я говорил. Столпы наши. Молодежь БРСМ, профсоюзы, партии наши. Вот он будет закон о гражданском обществе. Субъекты этого гражданского общества, вот они по списку будут. У нас тяжелое время, но шанс выскочить красиво из этого. И создать свою законодательную базу, но не затягивать. Принять основные законы в развитии Конституции. Пока тормозим. А уже почти год прошел. А у нас там два года, да? Да. Два года. Все по плану идет. Продолжение следует.